всем привет с вами канал just hook up всем привет наконец-то вы дождались длинного видеоролика вы можете подумать что сзади нас рассвет но это закат весь день на рыбалке ставили жерлицы пытались ловить бель поэтому смотрим наслаждаемся видосов будет побольше да будем снимать стараться для вас долго мы отсутствовали погнали вот такое у нас утрица пасмурная снег не идет мы бурим луночки под жерлицы короче в принципе очень много снега и по снегам вода очень сложно ходить поэтому ставим жерлицы тупо по дорогам которые сделал буран или снегоход не важно и в общем то чтобы было комфортно бегать к флагам если они будут я очень сильно надеюсь ставим прям по дороге то что мы вот так вот ночью выехали вышли нам помогает короче тоже обновочка фонарь офигенная тема очень долго держит зарядку он реально водонепроницаемый мы проверяли летом правда но короче классный надежный фонарь оказывается господа кто не знал на него есть скидка 15 процентов нашему промокоду jazzhookup есть скидочка на самом деле он достаточно тяжелый массивный но его надолго хватает и он именно рассеивает луч то есть не как обычные фонарики налобные вот такой маленький узенький посмотрите просто давай вот включил три режима раз-два-три и turbo но короче в ночном лесу будет жестко у меня фонар чуть-чуть получше он короче другой берег ну а еще естественно этот парень назовем его шуруповерт в это просто нереально ну реально теперь лунки делаем скоростью 5 лунок в минуту просто да только у нас снова косяк первую ручку за три рыбалки теперь мы купили новую ручку и она не встала во внутреннем и не тот я не тот диаметр смотрел точнее смотрел этот но я думал она снаружи будет это она внутрь короче ладно это с ручка мы тоже еще что-то придумаем потому что люфтит очень жестко но в целом бурится нормально бур у нас то 30 этот снег вообще за глаза короче вообще изначально брать для того чтобы судака ловить но это чуть-чуть попозже расскажу у нас много обновок давно не было нас все расскажем просто через жопу вот так примерно мы идем к первому флагу только отошли только отошли начали беседовать на тему флагов там нас конкурент тут есть с ночи жерлице поставил я у него флаг увидел вот я думаю что она пустая скорее всего андрей чекнул не будем долго думать первая холостая но первая это уже хорошо она у нас одна такая стоит которая на метре одна сейчас талин жерлица стоят это типа 8 метров 9 10 вот короче посмотрим если что идем в берег не знаю не знаю что делать здесь сейчас еще на велике стрельнут будем думать ну что да я второй флаг увидел я доволен это уже по серьезней на восьми метрах шесть а ну да шесть с половиной вот идем вот она красотка и вот он предейтер пробирается костюм да новый костюмчик тепленький что-то она съехала же когда чё так натяг то стоит жестко нет леска залипала мне кажется нюк катушка плохо крутится да вот новые жерлицы нифига до сих пор не отрегулировали тоже рыбалок было мало в этом году на жерлицы ну да это фигово тут прям вот она щуку умеет выбирать на самом деле она выбирает галину и жерлицы а ну потому что галину и под берег поставили а на глубине поставили нормальные ну случайно так получилось ну что я полагаю смысла особо ждать нет ну попробуй я фирменную тогда сделаю давай в твоем стиле до подсечки от бога главное это работа правильно работа кисти я считаю в бок увела походу дергай есть ощущение что да за живчиком тогда сходим тут перемещаться по дорогам вот дорога вот дорога вот берег ну да вариантов не очень много ладно ждем крупничка с глубины и надо бель найти человек этим займемся да ну что господа мы нашли офигенные 3 лунки очень много беля очень перспективненько на 8 с копейками беля нет а вот на 10 и 8 бель до хрена наказали корм как всегда у кирилла из удачи плюс мотылика мелкого это он нам крупного чтоб ты понял положил для сравнения я тут взял новинку от них ого амина интересно не видел они сделали аминокомплексы сейчас вот я смотрю вк в группах типа народ именно в братьеве ловит именно вот с ним там есть короче корм с креветкой но он светлый они затемняют кидают эту фигню и нормально ловят зимой ну креветка да зимой и вот это как раз я попросил темный он положил фидер карась нормально да какая разница вот поэтому кириллу спасибо у нас значит импровизирован два пакетика ну все по простому целиком всю пачку сделаем туда же вахнем я думаю всего мотыля практически точнее сначала замешаем потом вахнем мотыля и пойдем выкормить наши сколько там 3-4 луночки а дальше видно будет может быть еще на мелике сделаем одну так а я в свою очередь сейчас помогу антону сделать корм замешаться выкормим лунки потому что мы забыли катушку для кормушки поэтому поэтому у меня есть зимний спиннинг но это чуть попозже тоже обновки расскажу из зимнего спиннинга с практиком будем кормить лунки так вот я предыдущую тащил эту жерлицу теперь антон да короче прикол в том что у нас сейчас штиль мужик кстати вторую щуку поймал походу может кажется не знаю штиль даже издалека слышно как она стреляет а мы видео записывали короткое бьется да я чувствую 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 слабину даешь вот она щука щука мечты двумя сразу пробитие двойное давай я пойду сейчас за карасем тогда давай сразу отпустим ну ты отпускай я думаю нам доверяют и знают что мы не берем таких то достать бы она так хорошо заглотила конечно блин так ладно посмотрим пока давай давай плыви карасика не теряй там да только гляньте какой он первоклассный щедрость щедрость так ну приступим к обновочку этот сезон у нас половину посвящался судаку не сказал бы я что конечно очень у нас получилось но в любом случае катушка вот это самое знаменитое и нарвал фрост вот нарвал соответственно у нас еще вибы тоже от нарвала есть тоже сейчас покажу и балансиры короче пушка гонка я сначала намотал полиэстер выбесился просто смертельно и поставил восьми жильную плетенку и сейчас надо будет спрейм и и попшикайте все нормально сейчас у нас минус 4 так что проблем вообще никаких не будет а я ловил в минус 20 что-то отвернулся повествую минус 20 ловил ничего не залипало все хорошо потому что восьми жилка вообще не впитывает воду плана очень плохо если поставить четырех жилку будет беда вот соответственно обновочки тут такие вибы candy виб офигенная тема на самом деле короче такие вибчики по моему это 85 даже пару судачков уже поймали на них либо есть и такие балансиры новинки хашки ведь обратите внимание что они идут без тройников будьте аккуратны знайте это мы тут купить тройников но я сейчас не могу нацепить просто просто огромный вот чё сейчас на палочку вот такой балансир чик и погнал а еще естественно главный помощник в этом деле от такой практик самый простой взял только потому что хочу попробовать такую рыбалку брать этот 8 по моему который сейчас достаточно дорогой не особо хотелось мало либо не зашло но вообще прикольно я буду пробовать чуть куловить ну что друзья все все расставили лунки закормили я уже ловлю вот так у меня все выглядит вот и третье под мормышечку сейчас вот на первый поклевок не был перешел на вторую пока тоже нет ну подождем может быть нужно чтобы чуть-чуть расцвело рыбка ходит гуляет прямо от лунки к лунке с холодным ходишь что есть то нет рыба нужно ставить на точку и женек пошел на миляк где у нас было дофига поклевок щуки но на жерлице уже сколько пять наверное четыре или пять штук и маленькую достали вот поэтому сейчас подождем если что я с поплавочками перейду на мель попробую ловить окуня с плотвой но рыбалка только начинается мы в новом месте я здесь был последний раз три года назад решили проверить как тут обстоят дела по щуке и мирные рыбки женек там крутит 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 чай пьем вообще леска уходит вроде да 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 уходит ну чё то все силы просто со всей силы что есть что есть мочи надо рвать и ну долго чем и чай допили дошли ну вот сейчас если на чё ты думаешь тогда был хорошо мотает я бы я бы сёк прям вообще без давай за арканию не лезет в лунку что ли поздравляю обрыгался до суши красивая она кстати покосанная блин такая пятнистая прям цвет классный он там ходил с балансиром да вот здесь балансиры вот здесь вот здесь короче мы сюда наверно пятак передвинем да ну хотя бы он хоть что-то по ловить суши ну хотя бы весело на чё без поклёвок сидеть если на глубине и нет или она не хочет брать давай отцепляй фото 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 давай контент наделаем с ней на год вперед ребята готовьтесь в общем то все становится достаточно очевидно и чтобы поймать щуку пускай даже небольшую все это дело надо отнести на мель поэтому мы пять штук которые у нас стоят на глубине скорее всего без пункта не тут стоят отнесем соответственно туда на мель там есть пробуренные лунки вот естественно у нас какие-то жертвы на глубине останутся глубину пробовать совсем оставлять не хотим может что-то там и влетит не знаю но эти пять штук мешает несем в надежде поймать еще мелкую щуку и так у нас сработала улице которую мы перенесли идти сюда конечно ну походу зря шли и замерзла и надо этот я пробовал шнур сын а я еще думаю что там катушка провернуть как-то интересно подрала подрала все равно в общем рыбачил я с практиком да и очень много подхода увидел и прям по линии было видно что все эти подходы ну типа полосы то есть рыба меньше чем мои приманки да да вот на такую штучку с подсадками ты лен вот такой клюнул но за неимением ничего развлекаемся так отказывается бель ходит кругами поводы и не хочет поэтому мы на куньках прикормить ну точнее опустите и при прикормки пока да можете сутки нужно время на это понятно да в общем водоемчик конечно да пообщались с местным он сказал что здесь очень много мелкой щуки в чем мы убеждаемся практически с каждой поклевкой наверное щуку больше 300 грамм мы пока здесь не поймали изначально вообще хотели нарузу приехать но они поехали потому что вспомнили что есть вот это место есть тихо спокойно красиво и здесь мы встречали большую щуку ловили осенью на спиннинг вот но это было лет пять шесть назад и видимо за это время очень много что поменялось и можно сказать пролет ну что же господа рыбалка дошла к концу принципе мы довольны на жерлицы мы теперь крайне редко выезжаем но я надеюсь мы это исправим все зависимости от автомобиля сожалению будет или нет пока мы без колес обходимся малым вот рыбалка получилось скажем неоднозначная мы побегали за жарлицами посмотрели как щука крутит забавно классно но размер щуки конечно оставляет желать лучшего ну новое место три года мы здесь не были нашли проверить ну как бы ситуация осталась так ну та же самая да наверное сюда мы больше не приедем только если по жидкой воде ваш по жидкой воде осенью и летом до открытой воде а ну хорошо есть твердая и жидкая вода всем спасибо за просмотры ждите из дальнейших видео не забывайте про бусте не забывайте про фонари про удачу плюс с этим всем этим можно пользоваться информация до вас донесли всем пока пока